всем привет рада вас видеть на своем канале хочу извиниться за столь долгое отсутствие сначала как-то летом не было времени потом не было желания сейчас я потихоньку возвращаюсь в режим итак сегодня у нас уход за губами мы рассмотрим особенности строения кожи губ чем она отличается от кожи на других участках нашего тела я дам некоторые рекомендации по уходу за губами и также будет обзор средств именно бальзамов для губ как кожа у нас состоит из рогового слоя эпидермиса дермы и гиподермы кожа на губах имеют те же слои но незначительно тоньше роговой слой например у нас настолько тонкий что через него просвечивают капилляры которые придают нашим губам тот наш естественный цвет также в отличие от всего тела на коже губ у нас отсутствуют такие клетки как меланоциты которые ответственны за выработку меланина они нужны для того чтобы защитить нашу кожу то есть такой естественный наш уэф фильтр еще одна особенность это отсутствие сальных и потовых желез соответственно наши губы более подвержены какому-то шелушению сухости и также трещинка рекомендации по уходу за губами первая рекомендация будет связана именно с наполнением нашего организма изнутри потому что если у вас какие-то явные проблемы и вам не помогает просто нанести например бальзам на губы у вас все равно такие такая же сухость или какие-то простудные явления или например заеды в общем все это может быть связано с дефицитом каких-то витаминов но перед этим сразу пропустила первое это нужно выпивать достаточно для вашего организма количество воды здесь я не буду подробно останавливаться но этот пункт также важен так вот второй пункт это как раз разнообразное и полноценное питание здесь может быть такая проблема как дефицит витаминов которые не поступают в организм в должном количестве либо они поступают но не усваиваются то есть если это первая причина то вам нужно просто разнообразить свое питание если это вторая причина тогда нужно понять почему они не усваиваются то есть нужно проверить возможно желудок взять какие-то анализы заеды которые я сказала они также могут появляться в голодках ртам при например дефиците витамина d если это простуда или герпес то первое что нужно сделать это прекратить пользоваться вашей ежедневной помадой, чтобы не разносить инфекцию на губы, флаконы и так далее. То есть на это вы, в принципе, обращаете внимание всегда. У вас, в принципе, должно всегда полноценное питание, достаточное потребление жидкости. Но если вроде все хорошо, вы считаете, что вы делаете правильно, но есть какие-то проблемы с губами, кстати, это могут быть проблемы связаны не только с губами, но и с кожей, с волосами, обратитесь к врачу и сдайте соответствующий анализ. Это правильное очищение. Особенно, если вы используете стойкие матовые помады или просто помады. У меня с такими помадами как-то не срослось. Я вообще их не использую. То у меня оттенок неподходящий, то они мне как-то мешаются на губах, то еще что-нибудь. В общем, от таких помад я отошла и использую их исключительно очень редко, либо, например, на видео, чтобы сделать поярче, потому что камера все-таки съедает макияж. Так вот, очищение тоже должно быть правильно. Естественно, мыло мы не используем. Ни для лица, ни для губ, ни для чего. Можно использовать какие-то двухфазные средства для снятия макияжа. Можно использовать ваши средства для очищения кожи лица, если оно у вас, опять же, мягкое. Можно нанести поверх помады ваш бальзам для губ и потом пройтись ватным диском, чтобы снять часть пигмента и потом также умыться водой. Следующий шаг, рекомендация, это отшелушивание. Не менее важный процесс. В принципе, не такой... Важно, наверное, чтобы делать его прямо регулярно. Но если вы попробуете, начнете, уверяю вас, вам очень понравится. Можно купить скрабы для губ. Они очень вкусно пахнут, они очень сами по себе сладкие и достаточно деликатно очищают. Можно, например, если нет аллергии, из каких-то подручных средств сделать скраб. Например, я иногда в мед добавляла чуть-чуть сахара. Получался более жесткий скраб, но можно просто массировать им аккуратно. Можно использовать только мед. Если он имеет такую зернистую текстуру сам по себе, то это будет более такое мягкое очищение. Следующая рекомендация, одна из самых приятных, это массаж губ и окологубные зоны. Здесь именно я имею в виду массаж, то есть то, что подразумевает собой расслабление, потому что мимика у нас, в принципе, активная, особенно эта зона. Мы улыбаемся, мы разговариваем, мы потребляем какие-то напитки, например, из трубочки. Естественно, в течение дня мышцы у нас находятся в таком напряженном состоянии, и вечером хорошо, идеально было бы их расслабить. Все, что касается фейс-фитнеса, я к нему отношусь очень осторожно, точнее его вообще не использую. Но отношусь к этому как одно лечим, другое калечим. Где-то расслабляется одна часть, где-то напрягается другая часть. И, в общем, там, где не надо, появляются морщинки раньше времени. Я именно за расслабление. Можно кончиками пальцев проходиться, например, когда вы умылись уже, у вас чистая кожа, чистые руки, естественно. Можно проходиться круговыми движениями вот так вокруг окологубной зоны. Это уже даст эффект расслабления. Либо есть еще интероральный массаж. Он проводится изнутри большими пальцами, ну, примерно по такой же схеме. Можно посмотреть на ютубе, в интернете очень много таких вариантов. Я буквально две минутки, наверное, вечером, когда я уже в душе, также я уделяю внимание этой зоне. Совсем немного времени, но это уже у меня вошло в привычку. Следующая рекомендация, куда же без нее на моем канале, это следить за составом бальзама. И здесь в первую очередь нужно обращать внимание не на приятный аромат ванили, яблоко, клубники, а на действительно работающий состав. В идеале это должны быть жирные масла, масло шикарит. Поэтому могут быть различные варианты воска. Также это могут быть бальзамы с SPF-фильтром, и в идеале, если они содержат в себе только физические фильтры, химического всего вот этого поменьше. Также важно выбирать бальзам, соответственно, сезону. Ничего страшного, если там будет вазелин или минеральное масло. Такие бальзамы хорошо именно для зимнего времени года. Летом или, например, в каких-то помещениях лучше использовать что-то из более натуральных масел, вот такое легкое. Теперь у нас обзор средств. Бальзамов существует огромное количество, на самом деле, и я их постаралась разбить по группам, и буквально по одному-два примера в каждую группу. Первая категория — это увлажняющие бальзамы, которые, в принципе, нам более предпочтительно, наверное, летом все-таки, но можно использовать и круглый год. Там вы смотрите уже по своей необходимости. Первый бальзам — мастерская Олеся Устаева с шелком и гиалуроновой кислотой. В целом, достаточно бюджетный бальзам, и у них их достаточно много. Можно выбрать любой. Активные компоненты в основном идут масла, пчелиный воск, гиалуроновая кислота и пептиды с шелком. Подзывом бальзам достаточно легкой текстуры, имеет такой легкий аромат росы, быстро увлажняет губы, избавляет от шелушений и обветривания. Если вам нужно более глубокое увлажнение, можно использовать концентрированные продукты, например, сыворотки. У Art & Fact есть сыворотка для губ. Не всем она, в принципе, нужна, но если прям почувствуете, что да, мне это надо, то попробуйте. Так, она идет с лецитином, пантенолом, гиалуроновой кислотой и алоэ вера. Объем 15 мл. По цене где-то 400 рублей. Раньше было. Но я посмотрю, какие сейчас актуальные цены и обязательно укажу. Лецитин – это успокаивающий компонент. Он снимает раздражение, какие-то покраснения. Депентенол уменьшает воспалительные процессы. Гиалуроновая кислота и сок алоэ вера способствуют насыщению и удержанию влаги на поверхности губ. Вторая категория – это питательные бальзамы. Они имеют более насыщенную, более плотную консистенцию. Но, опять же, такой бальзам бальзаму рознь. То есть, есть питательные бальзамы, которые никак не утяжеляют губы. Их можно наносить всегда под макияж. Есть бальзамы, которые прям такие жирные, которые хорошо именно в холода, в минус 20, минус 30. Такие бальзамы, конечно, использовать нужно вот прям на крайний случай. Либридерм Айвит – гигиеническая помада для губ жирная. Производители прям указали в пометку, что это именно жирная помада. Увлажняет, питает, восстанавливает тухую потрескавшуюся кожу губ, защищает от шелушения и обветривания. Содержит витамины А и Е. Кокосовое масло, масло авокадо будут смягчать кожу без цвета и имеет приятный запах ванили. Следующий бальзам, у меня он как-то был давно. То ли я его сама попала, то ли мне его дырили. Он большой по объему, где-то 15 грамм. Пользовалась я им максимально долгое время. Также я пробовала его и на кутику, и на губы, и на какие-то сухие участки тела. Мне безумно понравилось, как он работает. Вот мгновенно дает какой-то результат. В основе состава идет петролатум или вазелин. Именно за счет него достигается такая основная сос-помощь. И если нужен очень плотный прям бальзам для губ, нашла от Инки, защитный бальзам для губ, 10 мл, около 250 рублей. В основе три глицериды, разных кислот, пчелиный воск, прополис и витамины. Опять же, как я сказала, на такие хорошие холода. Третья категория – это лечебные восстанавливающие бальзамы. Такие бальзамы решают специфические проблемы, как трещинки, сухость, какие-то простудные воспаления. Чаще всего такие бальзамы содержат пантенол, которые как раз помогают быстро восстановить кожу губ. К примеру, бальзам от La Roche-Posay. В составе липиды, которые влияют на синтез увлажняющих компонентов, пантенол, как я уже сказала, успокаивает кожу, обладает противовоспалительным эффектом, способствует более быстрому заживлению ранок. Масло карите, которое увлажняет, смягчает, снимает воспаление на коже. И ниацинамид – это хороший успокаивающий компонент и снимает зуд. Также более бюджетный вариант – пантенол Эва для сухой и обветренной ковжи. В составе масло какао, пантенол, масло ШИ, витамин Е и провитамин В5. Следующая категория – это оттеночные бальзамы. На данный момент мой фаворит в этом году – это бальзамы, которые помимо того, что они обеспечивают уход за вашей кожей губ, они еще придают приятный оттенок. Мне нравится эффект постоянной увлажненности губ. Мне нравится, что мои губы не выглядят бледными, блеклыми. К этой категории также относятся бальзамы тинты, которые более пигментированные. Они более длительное время остаются на губах. Я сейчас использую бальзам от Batavicus в оттенке тон номер один – нюдовый шоколад. У них четыре цвета на самом деле. Более розовый такой, красный мак и, по-моему, вишня. Четыре цвета я выбрала нюдовый шоколад. Мне хотелось что-то более с таким красным оттенком, потому что я взяла невея с вишней и как-то не совсем то, что я хотела. Производитель обозначает, что это как акварельный бальзам тинт. Но все-таки, чтобы никого не вводить в заблуждение, это больше бальзам, нежели тинт. Мне безумно нравится вот этот именно тот бальзам, который и на маслах, то есть можно использовать его всегда и круглый год. Я сначала переживала по поводу запаха, потому что Batavicus практически все продукты, которые за счет эфирных масел, имеют достаточно яркий аромат. Одно дело, если какую-то часть тела намазал, нанес все и забыл, а здесь прямо перед носом будет этот продукт. Но на самом деле после второго применения вообще как-то не обращала на это внимания. Сейчас, по-моему, у меня он даже выветрился, и я просто использую как обычный такой бальзам. Бальзам для губ оттеночный с малиной. Этот бальзам тоже содержит только натуральные масла, макадамия, оливки, кокоса, шиши, жоба, также воски и содержит ароматический экстракт малины. Натуральный минеральный пигмент, который придает такой розовый мерцающий оттенок. И последняя, пятая категория, это солнцезащитные бальзамы. Сразу скажу, что я... Они вроде как бы и нужны, так как я уже сказала, что у нас губы, коши на губах, не обладают меланоцитами, естественной защитной функцией организма от ультрафиолета. И вроде как логично использовать солнцезащитный бальзам для губ, но, как я уже сказала, окей, если это на физических фильтрах, потому что все-таки на губах мы все равно часть продукта съедаем, хотим мы этого или нет, попадает это все внутрь. Кстати, вот здесь ставлю два бальзама, это мое солнышко и бальзам от Белиты, которые имеют SPF. Помимо губ, такие бальзамы можно использовать локально, где-то нанести на родинки. Вот в целом все, что я хотела вам сказать на сегодня. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Еще раз рада всех видеть на своем канале. Пока!